Коммунальные войны продолжаются. Только обращение в департамент городского хозяйства помогло жителям одного из домов Сургута оборудовать мусорную площадку. А в Сургутском районе огромную кучу хлама не вывозят уже несколько недель. Управляющая компания «Единая» обслуживает дом на Меликарамова всего один год, но жильцы уже недовольны. Поэтому хотят образовать товарищество собственников жилья. Проблема вся в том, что они не исполняют свои прямые обязанности, как управляющая компания. Нас не устраивает то, что мусоросборник, который они нам поставили за нашим домом, к нему невозможно подойти без сапог. И это еще не все. Жильцы постоянно обращаются к «Единой» – утеплить дом, отремонтировать трубы, привести в порядок мусорные баки. А ВОЗ и ныне там. Многие возмущены такой работой управляющей компанией, а некоторые собственники настаивают на непосредственном управлении. Чтобы никто не был должен, чтобы каждый отвечал сам за себя, а с неплательщиками работали не управляющие компании, а чтобы работали ресурсоснабжающие организации. Управляющая компания заявляет, во время появления мелких неполадок все силы были брошены на более важные коммунальные дефекты. Но спорные вопросы с жителями решать все-таки планируют. Путем диалога, путем исправления их замечаний и как бы улучшать работу в соответствии с их предложениями. Пока коммунальщики исправляют проблемы путем диалога, собственники жилья отправили письмо в департамент городского хозяйства с просьбой выяснить, почему «Единая» не хочет выполнять свою работу. Похожая ситуация и в Солнечном. В одного из домов на Таежной улице образовалась куча мусора. Эта куча находится как бы давно. Давно находится. И надеем мы как видим, может быть тяжелые железные предметы. Управляющая компания, мы здесь и никого не видим. Коммунальщики запустили в доме мусоропроводы и убрали контейнеры. Получается крупногабаритные отходы деть некуда. Управляющая компания мусор не вывозит и на вопросы людей не отвечает. Администрация Солнечного в курсе проблемы, но помочь ничем не может. Мы неоднократно обращались. Телефонные звонки и письменные обращения были по наведению порядка. Но, к сожалению, реакция не та, какая хотелось бы. Пока управляющие компании бездействуют, люди вынуждены заниматься ремонтом и содержанием своих домов самостоятельно, продолжая оплачивать квитанции, которые, кстати, всегда приходят вовремя. Артем Высоцкий, Ольга Нахаева, Светлана Стебенькова, Фарид Исмаилов, Сергей Колотов, Гамзат Магомедов. Сургут. Интерновости. Новости за неделю. Достоверная информация из первых рук. Злободневные темы. Объективная аналитика. Программа «Телевизионный обзор новостей». О наиболее важном и интересном в городе, округе, стране. Каждое воскресенье на каналах Сургут Интерновости плюс СТС ТВЦ ТВ3. Телевизионный обзор новостей. Программа «Телевизионный обзор новостей». Продолжение следует...